Дикие псы вышли из-под контроля. Сыворы бездомных собак держат в страхе дачные кооперативы в поселке Жасминный Ленинского района. А прошлой ночью в одном из дворов хищники уничтожили свыше 40 кур. Садоводы опасаются, что в скором времени бездомные животные окончательно почувствуют себя хозяевами поселка. Ведь от нападения озлобленной сыворы уже пострадали местные жители. Тему продолжит Анастасия Куклева. Почти целиком съели. Отстали спешки на лавайку. Пожарили. Свой огород ранним утром Андрей не узнал. Он больше похож на кадры из фильма ужасов, чем на дачный участок. 41 задушенная курица и 2 петуха. Вот итог прошлой ночи. Следы расправы на этом дачном участке повсюду. Убитые тушки кур валяются даже на дорожках. Ночью в огород проникла стая бездомных собак, которая и уничтожила всех птиц. Сильный громкий лазь собак, виск большого количества собак. Шум во дворе. Дача наша. Сидял фонарик и вышел. Бегает около 20, если не больше, собак. Прыгают по курятникам везде. Схватил вилы, пошел выгонять. Кидаются на меня. Оборонялся. Кое-как разбежались они отсюда. Прогнать собак хозяину удалось ненадолго. Спустя некоторое время стая снова вернулась. Только на этот раз хищники сменили тактику и действовали тихо. Второй заход даже не слышно было. Они просто уже поняли, что здесь люди потихоньку зашли. И передушили. Не слышно было. Потому что они душили ночью в курятнике внутри и вытасхили. Утром выхожу, а они вторую партию, но их уже не слышно было. Так они потихонечку как-то покромсали и все. На этом дело с фермерством и закончилось. Ну, осталась вон одна придавленная. С ней уже что делать? Она с собакой покусанная. Пережить эту страшную ночь удалось лишь одной курице. И та от полученных травм, скорее всего, умрет. На дачный участок хищники проникли через забор. Но дело не в плохом ограждении, уверен дачник. Бездомных собак в дачном кооперативе в последнее время развелось слишком много. Это малая часть бродячих собак, которые орудуют в дачном кооперативе. Они свободно гуляют. И если ночью они нападают на кур, то днем вполне могут броситься на человека. Стая была, ну, той зимой где-то десятка-два, а то и больше. Начиная кутят еще маленьких, которые там. И это угрожает, потому что меня лично в прошлом году и покусали. Просто зимой шел, и вдруг неожиданно они на меня бросились просто. Если они бросились на меня, на человека, завтра бросится еще на кого-нибудь. Как они не опасны. Если уже случай был не один, кстати. Еще там человек двух покусали. Тем временем хозяин дачного участка ликвидирует последствия ночного происшествия. Всех кур он собрал в мешок, чтобы закопать. Но прежде их осмотрели специалисты областной ветеринарной службы. Они незамедлительно выехали на место после нашего обращения. Также ветеринарам удалось осмотреть свору бездомных собак, которая бродила около дачного кооператива. В настоящее время мы действительно выявили свору безнадзорных животных. Это собаки. Их осмотрели ветеринарные специалисты. В настоящее время каких-либо клинических признаков особо опасных заболеваний, представляющих угрозу, не выявлено у животных. От нападения бездомных собак в нашем городе страдают не только птицы, но и люди. Ответственность за отлов бродячих псов, говорят юристы, лежит на спец АТХ. Насколько мне известно, в Саратове отловом бродячих животных занимается МУП спец АТХ. Можно обращаться в управляющую компанию или ТСЖ с заявлением о регуляции численности бездомных животных. Управляющая компания должна заключить СМУП спец АТХ договор, оплатить услуги по их выезду. Ну и после этого данное животное должно быть отловлено. Информации об этих собаках, заверяют специалисты, будет передано в надзорные ведомства. И там будет определена их дальнейшая судьба. Но пока решения не приняты, бродячие собаки продолжают гулять по улицам в поисках новой жертвы.